У семьи Казаковых не было сомнений, стоит ли отдавать дочь Софию в хор. По словам мамы, девочка у них энергичная, сажать ее за музыкальный инструмент, мучить и себя, и ее. На семейном совете было принято решение отдать дочь в новое отделение детской школы искусств. Как оказалось, выбор они сделали правильный. Все песни, которые они разучивают на своих занятиях, она обязательно, даже я ее забираю занять, она мне в машине едет, поет, все сверчковы, вербочки. Мы тоже все вместе семью ее песенки пропеваем, потому что нам нравится, ребенку нравится, нам нравится. Вернувшись из Нижнего Новгорода с победы, юные певцы не сидят сложа руки. Они продолжают упражняться в вокале, готовятся к будущим победам. По мнению родителей, ездить на такие конкурсы нужно и важно. Это очень большой опыт. Начинать в таком возрасте ездить на данные конкурсы, то есть это для них, как сказать, какой-то новый этап в жизни. Они уже с каждым годом, становясь все взрослее, они будут более спокойно относиться к вот такого рода конкурсам. Чтобы раз за разом показывать высокий результат на вокальных конкурсах юным вокалистам, приходится прикладывать максимум усилий на каждой репетиции, брать высокие ноты, знать и понимать указания преподавателя. Не менее важна роль на пути к победе у преподавателя и аккомпаниатора. Мы с Светланой Викторовной очень много репетируем, тоже вдвоем, несмотря на то, что мы уже не дети, да, но много репетируем, много занимаемся и спорим иногда, иногда что-то, какие-то моменты обсуждаем и приходим к общему знаменателю. Тогда получается. Отмечать победу на вокальном конкурсе становится доброй традицией в отделении хора. Порадовать победителей в этот раз учителя решили тортом и конфетами. Но с оговоркой, только после занятий, чтобы не портить голосовые связки. Кирилл Басейн, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова